Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочное. В этом видеоролике я хочу поделиться последней актуальной информацией по поводу цен на полисы ОСАГО по состоянию на июль 2023 года. Как вы помните, я периодически при помощи агрегатора ОСАГО сравни.ру сравниваю предложения по ценам от разных страховых компаний, конкретно для меня и для моего автомобиля, мониторю ситуацию с ценами, то есть смотрю, цены на полисы ОСАГО для меня снижаются, увеличиваются, либо остаются без изменения. К примеру, свой последний действующий полис ОСАГО я покупал в прошлом году, 18 сентября 2022 года, уже после расширения тарифного коридора ОСАГО, то есть после 13 сентября. Тогда предложения от страховых компаний для меня находились в диапазоне от 4 318 рублей до 7 100 рублей. Естественно, я выбрал вариант за 4 318 рублей. При этом после этого расширения тарифных коридоров средняя стоимость полиса ОСАГО в России существенно выросла. Так, к примеру, на начало 2023 года, то есть на январь, средняя стоимость ОСАГО в России превышала 8 000 рублей. При том, что в прошлом, в 2022 году, средняя стоимость полиса ОСАГО была в районе 6 000 рублей. 30 июня 2023 года президент Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев поделился последней информацией о средних ценах ОСАГО в 2023 году. По его информации, эти цены постепенно начали снижаться. В мае 2023 года средняя цена полиса ОСАГО составила 7 600 рублей, что на 2% ниже, чем показатель за январь-апрель 2023 года, когда средняя цена составляла 7 800 рублей, и на 4% ниже, чем по итогам первого квартала 2023 года, когда средний ценник был 7 900 рублей. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Ключевым фактором, влияющим на динамику средней стоимости полиса ОСАГО, по-прежнему остается ситуация на рынке запчастей. На стоимость запчастей приходится 60-70% стоимостью ремонта. Поэтому крайне важны меры, способствующие расширению доступа страховщиков к запчастям, как налаживания параллельного импорта, так и возможность использования восстановленных запчастей в тех случаях, когда это не влияет на безопасность эксплуатации автомобиля и его потребительские свойства, пояснил Евгений Уфимцев. Я решил на своем примере посмотреть, как же изменились или не изменились для меня цены на полисы ОСАГО в июле 2023 года. Расчет я проводил 18 июля. Результаты вы сейчас увидите на своих экранах. Итак, 18 июля я повторил свой расчет на агрегаторе сравни.ру, чтобы выяснить, какие же цены сейчас предлагают страховщики. На этот раз предложение выдали для меня 7 компаний, 5 из которых предлагают полис по максимальной границе тарифного коридора, то есть они рассчитывают по базовому тарифу 7535 рублей. Таким образом, эти компании предлагают конечную цену полиса 6387 рублей. Более того, компания Ренессанс Страхование и вовсе включила в расчет дополнительную страховку от стихийных бедствий, поэтому ее полис стоит аж 8306 рублей. При этом три страховые компании готовы оформить полис чуть дешевле верхней границы тарифного коридора за 6121 рубль. То есть этот расчет идет по базовому тарифу 7221 рубль. Но это все равно дороже, чем в сентябре прошлого года, тогда я напомню, полис обошелся мне в 4318 рублей. Таким образом, несмотря на заявление РСА, конкретно для меня полис не стал дешевле по сравнению ни с прошлыми месяцами 2023 года, ни уж тем более по сравнению с прошлым 2022 годом. При этом президент РСА Евгений Уфимцев говорит о том, что в ближайшее время возможно, что динамик снижения средних цен на полис и ОСАГО изменится на обратную, то есть начнется рост. Это он связывает с ростом цен на запчасти в очередной версии каталогов, вернее справочников, средней стоимости запчастей по ОСАГО. Уфимцев напомнил, что в январе 2023 года средняя премия по ОСАГО составила 8037 рублей. Это был самый высокий показатель в этом году. Затем в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией за безубыточных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО начала снижаться. Однако наблюдаемый рост средней стоимости запчастей в новых справочниках, действующих с 19 июня, средняя стоимость выросла на 0,9%, а также рост средней выплаты по ОСАГО могут скорректировать эту тенденцию. В любом случае, для того, чтобы не переплачивать за полис ОСАГО, я, как обычно, рекомендую перед покупкой сравнить максимальное количество доступных предложений. К примеру, даже сейчас, даже при нынешних ценах, вы могли увидеть, что для меня разброс цен находится в диапазоне от 6100 рублей до 8300 рублей. Разница, я считаю, довольно-таки существенная. Для других водителей, у которых, скажем так, больший безаварийный стаж, они старше по возрасту и так далее, для них разброс по ценам может быть еще более солидным. Ссылку на сервис сравни.ру я оставлю в описании, а также в виде QR-кода на экране. Там на одной странице вы сможете сравнить предложения для вас и для вашего автомобиля от 17 страховых компаний России. Более того, сейчас при оформлении ОСАГО по моей ссылке вы можете выиграть автомобиль или 6000 других призов. Для этого нужно перейти по ссылке и оформить полис ОСАГО с 17 июля по 1 сентября 2023 года. Если полис ОСАГО стоит дороже 2000 рублей, зарегистрируйте его и участвуйте в розыгрыше. Полис нужно зарегистрировать до 1 сентября. Результаты будут опубликованы 15 сентября 2023 года. Что можно выиграть? Автомобиль Cherry Tiggo 8 Pro Max, 10 электросамокатов, 10 14 айфонов, 1000 призов по 1000 рублей в явных заправках, а также 5000 призов в виде кэшбэка по 500 рублей. Все подробности по ссылке в описании. Вот такая вот информация. А что происходит с ценами на полис ОСАГО для вас? Покупали ли в этом году вы уже страховку? Подешевела она? Подорожала? Либо осталась без изменений? Этой информацией, своим отзывом вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. Желаю безопасных дорог и всем пока!